Следующей отправной точкой для производства нашего сюжета стал выставочно-деловой центр Сибирь. Мы просто не могли сюда не приехать после получения приглашения. Да и к тому же событие поистине красочное. Здесь состоялось награждение рыбийного красного яра. А вспомнить действительно есть что. Выход в финал квалификации Еврокубка. Победа в суперкубке страны серебро чемпионата России. А поздравить команду лично приехал глава города Эдхам Акбулатов. Любовь кубок России победы в руках капитана команды. После игроки и тренерский штаб команды разошлись за столы. Теперь уже они стали зрителями шоу танцоров и музыкантов. А среди многочисленных гостей праздника в объектив нашей телекамеры попал и директор Енисея СТМ Александр Первухин. Есть соперничество, есть конкуренция. Есть, наверное, какие-то на этой почве и трения во время сезона. Но сезон заканчивается, медали распределяются. Уважение к соперникам и друзьям остается. Я не вижу здесь, чего вы ищете здесь такого. Это вполне естественно, нормальная ситуация. Она даже по-другому и быть-то просто не может. В этот вечер игроки Красного Яра вправе были повеселиться на славу. На столах помимо минеральной воды также стояли бокалы с пивом. Хоть этот напиток и считается главным у рэкбистов, желающих опустошить стаканчик-другой, нашлось немного. Тот факт, что завтра утром уже тренировка ждет команды, я думаю, что это само собой разумеющееся, что в меру надо быть сдержанными, конечно. А сейчас мы узнаем у самих рэкбистов, как они планируют отдохнуть сегодня вечером. Пойдемте. Кирилл, здравствуйте. Подождем, не все страшно. Как вам еда? Как обычно, совсем вкусно. Ну, Кирилл, я знаю, ты пришел с борьбы, смотрю, здоровый такой. Нет разочарования, что нет больших кусков мяса и тому подобное. Ну, хотелось бы, да, немного поинтереснее, конечно, кухни. Но мы не заслужили, мы проиграли. А, даже так? Мы же вторые, поэтому требовать чего-то большего не можем, просто сами понимаем. Ну, а как Кирилл Готовца вообще отдыхает? Как он любит отдыхать? Ну, проводи свободное время. У меня есть замечательная семья. Я провожу время с своим ребенком, своей женой и получаю тот заряд эмоций, который мне хватает на всю будущую трудовую неделю. А ночные клубы, тусовки? Нет, это все не для нас. Нам нужно копить энергию. Такой образ жизни, он не позволяет находиться в нужной кондиции и профессионально заниматься спортом. Как можно заметить, в этот вечер для игроков Яра существовал дресс-код, главным атрибутом которого была белая рубашка с логотипом команды. Мы по вашей душу. Я смотрю, вы загрустили? Нет, совсем нет. Очень весело смотрим, танцуют. Ну, Кирилл Готовцев сказал, что нечего веселиться, мы проиграли финал. Ну да, есть такое дело, но это уже прошлое. Все, впереди все победы. Это зачем смотреть в прошлое? Скажите, как планируете сегодняшний вечер провести? Закончится все вот этим банкетом и все? Да. Завтра тренировка с утра. Все так серьезно? Да. Готовимся к Румынии. Очень серьезно. Мы будем желать удачи. Скажите, как вам дресс-код сегодняшний? Кто его выбирал? Это у нас администратор есть. Алексеевич. Это его решение. Я смотрю, вы не сильно довольны? Нет, очень. Мне нравится. Не нужно смотреть на мой номер. Но помимо мужской команды на вечере присутствовала и женская половина клуба. Это на поле, а не угроза любому, кто повстречается на их пути. А в этот вечер многих из них было не узнать. Игровую форму и бутсы сменили высокие каблуки и вечерние платья. После ежедневных тренировок, игр, каково очень себя в таком облике? Мы же девушки. Мы всегда тут ходить. А вы вообще любите накраситься, сходить в салон? Я надеюсь, что это самое главное. Ну а сейчас-то получается это делать? Ну, стараюсь каждую неделю ходить. Каждую неделю? Да. А тренировки как-то не мешают, не смывают всю работу? Нет. Должен находить альтернативу и совмещать полезное с приятным. А вот для Екатерины Казаковой минувший сезон запомнился не только победами на рэкбийных полях, но и в личной жизни. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что вы вышли замуж в этом году. Да, было. Было, да? Было. Насколько для вас это такой тяжелый шаг, ответственный был? Я не скажу, что это был тяжелый шаг. Наоборот, все было достаточно легко. У нас с мужем уже все очень быстро закрутилось, завертелось. Мы поняли, что мы любим друг друга и хотим быть вместе всегда. Скажите, пожалуйста, каково быть мужем профессиональной рэкбистки? Не сложно. Самое главное – верить и знать, что мы любимые. И все. Не сложно. Тяжело ждать постоянных выездов, тренировок и тому подобное. Но большую часть времени там все равно дома не проводит Екатерина. Тяжело ждать самих соревнований, когда они проходят, само переживание, когда именно играет Катя на поле. Это тяжелый момент. Скажите, чтобы понравиться девушке, занимающейся рэкбисткой, что нужно иметь, что нужно сделать? Самое главное – это доброта, честность, порядочность. И достаточно много уделять внимания женщине. Не надо ходить в ренажер, качать большие мышцы. Это не требуется? Ну, желательно, да. Конечно, мы могли порасспрашивать игроков и тренерские штабы команд о решающих матчах, квалификациях Евро-челленджа, выступлениях за сборную России. Но напряженных дней у этих парней и девушек было и будет еще столько, что говорить в такой день на серьезные темы было бы ошибкой.